Тракторный парк страны Требования, предъявляемые к тракторам, постоянно растут, поэтому заводы непрерывно совершенствуют выпускаемые и разрабатывают новые модели тракторов. Скорейшее внедрение новых разработок в производство – важная народно-хозяйственная задача. Успешному решению этой задачи во многом способствуют различные испытания. В процессе испытаний проверяются все системы и механизмы колесных и гусеничных тракторов, например, ходовая часть, подвеска, а также определяется надежность и работоспособность трактора в целом. Наиболее распространенными являются тяговые испытания. Для определения тяговых качеств трактора нужно прежде всего испытать его двигатель. Эти испытания проводят на тормозном стенде без снятия двигателя с трактора. Трактор устанавливают на платформе, высота которой регулируется. Рычажный механизм балансирной машины позволяет определить крутящий момент на валу двигателя. Индукционный датчик фиксирует частоту вращения вала двигателя. Типовыми испытаниями тракторных двигателей предусматривается определение часового и удельного расходов топлива. При весовом способе определения топливную систему двигателя подсоединяют к мерному устройству. Выхлопную трубу трактора соединяют с выхлопным коллектором лаборатории. Устанавливают прибор контроля температуры и влажности в помещении. Перед началом опыта мерную емкость заполняют топливом. Водитель запускает двигатель. С помощью крана его топливную систему подсоединяют к мерной емкости. Начало и конец опыта, во время которого известное количество топлива подается в двигатель из мерной емкости, фиксируют секундомером. Вся регистрирующая аппаратура и испытатели размещаются в специальном помещении, изолированном от звуковых и вибрационных воздействий тормозного стенда и трактора. Измеряемые параметры двигателя, расход топлива, частоту вращения вала, крутящий момент, а также продолжительность опыта заносят в протокол испытаний. Оформленный протокол является основным официальным документом испытания тракторного двигателя. Графическим документом испытаний двигателя является его внешняя характеристика. На нее функции частоты вращения коренчатого вала двигателя наносят кривые часового и удельного расходов топлива, крутящего момента и эффективной мощности. Внешнюю характеристику ограничивают по частоте вращения коренчатого вала эксплуатационным режимом, так как дальнейшее увеличение подачи топлива приводит к ухудшению процесса сгорания, к дымлению. А возрастающие инерционные нагрузки в шатунно-поршневой группе вызывают опасную вибрацию двигателя. Эти режимы работы нежелательны при эксплуатации, так как резко сокращают ресурс тракторного двигателя. Оформлением протокола испытаний и построением внешней характеристики тракторного двигателя заканчиваются типовые испытания, определяемые ГОСТом. После этого трактор направляют на полигон для продолжения испытаний, в процессе которых определяют его тягово-сцепные, динамические, экономические и другие характеристики. Тягово-сцепные и динамические качества трактора определяют на специальных треках с искусственными покрытиями и препятствиями. Контроль и руководство проведением испытаний осуществляются из диспетчерской башни. Тормозное усилие через тензометрическую балку трактора создаёт электромагнитная тележка, перемещающаяся с небольшим зазором по металлическому кольцевому рельсу. Рельс уложен в бетонное покрытие трека. По рельсу трактор направляется электромагнитным автоводителем, связанным поводком с управляемыми колёсами. Все управляющие команды к трактору и сигналы датчиков, установленных на нём, передаются по кабелю через контактный токосъёмник. Для дистанционного управления трактором по специальной программе на время испытаний он оборудуется комплектом пневмоцилиндров, воздействующих на педаль сцепления, рычаг коробки передач, педали подачи топлива и тормоза. Пневмоцилиндры подключены к компрессору трактора. На тракторе устанавливают датчики, измеряющие частоту вращения и крутящий момент на задних ведущих колёсах, действительный путь, пройденный измерительным колесом. Частоту вращения вала двигателя. Частоту вращения и крутящий момент на передних ведущих колёсах. Тяговые усилия. Эти параметры необходимы для построения тяговой характеристики. Электросигналы всех датчиков передаются на центральный пульт в диспетчерской башне. Такая автоматизированная система позволяет значительно сократить сроки испытаний и получить более достоверные и сравнимые результаты. Трековые и тяговые испытания колёсного трактора на бетонной дорожке выявляют его предельные мощностные возможности. Испытания проводят на всех передачах и скоростных режимах. В данном случае мы показываем методику тяговых испытаний. Нагрузку на крюке трактора изменяют, регулируя силу тока подводимого к электромагнитной тережке. Максимальное тяговое усилие трактора ограничивается буксованием колёс на покрытии трека. Для колёсного трактора коэффициент буксования на сухом покрытии при хороших погодных условиях не должен превышать 15%. Результаты тяговых испытаний трактора заносят в протокол. В нём указывают для каждой передачи тяговые усилия, скорость движения, часовой и удельные расходы топлива, коэффициент буксования, мощность двигателя. В протокол заносят также условия, при которых проводились испытания. Для графической иллюстрации строят тяговую характеристику, на которую в функции силы тяги на крюке для каждой передачи наносят кривые скорости движения трактора, часовых расходов топлива, кривую буксования, определяемые расчётом кривые крюковой мощности, и удельных расходов топлива. Экспериментальная оценка надёжности опытных и серийных тракторов имеет первостепенное значение. Понятие надёжности включает в себя безотказность и долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость, а также другие качества машины. Обычно типовые испытания на надёжность проводят в течение двух тысяч часов. на треках нагрузочную и усталостную прочность несущей конструкции трактора проверяют гораздо быстрее, применяя методику ускоренных испытаний. В лабораторных условиях на специализированных стендах проводят испытания на надёжность отдельных узлов и механизмов трактора, в том числе рулевого механизма, ходовой части, подвески и так далее. Трек полигона автотракторного института НАТИ отличается от рассмотренного нами способом ведения и удержания трактора на бетонной дорожке и методом нагружения. Каждый трактор, выпускаемый заводом, подвергается серьёзным и всесторонним испытаниям, цель которых – постоянное совершенствование тракторного парка страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова